Считанные дни остаются до открытия нового театрально-филармонического сезона в Иванове. Музыкальный театр распахнет свои двери 5 октября и порадует посетителям новым галоконцертом, в котором выступят все звезды нашего театра. Первая премьера состоится уже на следующий день. Это будет оперетта «Белая акация». В театре драмы сменился главный режиссер. Им стал Зурапна Набашвили. Кроме того, приглашен на работу новый режиссер Роман Родницкий. Именно его постановка о судьбе трех подруг постбальзаковского возраста и станет премьерной. «Девичник над вечным покоем» – это мелодрама. Как я уже сказала, ставит ее Роман Родницкий, художник и сценограф Андрей Пронин, уже всем известный художник из Санкт-Петербурга. В филармонии 1 октября в Международный день музыки выступит тенор с мировым именем – Зурап Сактилава. Билеты на этого артиста будет продать несложно. Но так бывает не всегда. Сотрудники филармонии жалуются, что афиши уже давно неэффективны. Они теряются в обилии городских красок. А потому филармония расширяет свои возможности по привлечению зрителя к искусству. Билет теперь можно забронировать с помощью СМС-сообщения. Реклама концертов транслируется на телеэкранах в крупных магазинах города. СМС-рассылка индивидуальная по мобильным телефонам. Это порядка 700 номеров на сегодня у нас. База накоплена. Мы сделали это впервые сейчас, начиная с этого концертного сезона. Когда мы посылаем на мобильный телефон, получив предварительно у зрителя разрешение, воспользуя его данными, коими является мобильный телефон, мы раздаем анкеты при входе. Кто желает оставить свой мобильный телефон, оставляет. Если такие нововведения будут работать эффективно, то их возьмут на вооружение и Ивановские театры. Кроме того, прогресс вот-вот доберется до сайтов этих культурных учреждений. И тогда билеты можно будет заказать через интернет.